Я всех рад приветствовать, дорогие друзья, на моём канале, и сегодня у нас будет игра под названием Санёк. Санёк, вот игра, которая только что вот относительно вышла, и из того, что я смог вычитать в стиме, в этой игре мы будем играть за 7-летнего Саняка, который живёт в 90-х годах в маленьком советском каком-то городке. И вот, попробуем насладиться тем временем, теми какими-то моментами, которые были ценны для жителей и детей того времени. Давайте же начинать играть, и посмотрим, что из себя представляет вообще эта игрушка. А перед тем, как мы начнём, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Итак, первая сцена у нас, мама приходит будет Саню, Сашенька, доброе утро, дорогой. Саши похер, в принципе, очень-очень даже похоже на правду приближенной к реальности. Пора вставать, уже почти 9, и никаких 5 минуточек. Ну, все мы знаем, как это происходило, происходило это совершенно не так. Так, ну, по крайней мере у меня кто-то вот, Сергей, вставай, Сергей, вставай, Сергей, вставай. И постоянно вот это вот, и ты просыпаешься злой, ты понимаешь, что тебе дойти в эту школу, это ужас какой-то. Так, что значит, ещё не выспался? Опять полночи разглядывал свои комиксы? А, точно, это же 90-е годы, это же не было всех этих технологий, а то я сейчас, ну, хотел сказать там про... То, что, ну, вот, разглядывал комиксы, я думаю, сейчас скажут просто, что типа в телефоне сидел или что-то ещё. А надо как-то окунуться в эту атмосферу, это же игра всё-таки из 90-х, там не было таких. Там тогда вот этот вот телефон вот с этой вот крутилкой, блядь, вот это было главное развлечение. Так, читаем дальше диалог. Я же тебе говорила, что под одеялом с фонариком нельзя читать зрение, если всё испортишь. Я, ребят, конечно, родился под самый конец 90-х, поэтому, возможно, я не смогу проникнуться вот прям так, чтобы на 100%, но если это видео будут смотреть какие-то зрители постарше, то есть это, наверное, плюс-минус там 30 лет, то я думаю, они смогут проникнуться намного больше. Но, скажем так, посмотрим, что дальше игра будет из себя показывать, и, возможно, и я смогу проникнуться, то есть прям, чтобы выразить какие-то такие свои эмоции, ностальгии и вот ценности каких-то моментов тех лет. Так, давай дальше читать. Давай, давай, просыпайся, мне скоро на работу, ещё завтрак нужно приготовить. Давай я заверну тебя в одеялко и отнесу в комнату, там уже готова твоя одежда. Ну вот игра, как и даже сразу с самого старта, располагает вот этим вот материнским теплом и уютом. Так, только не вздумай заснуть. Можешь включить мультики, чтобы глазки не закрывались. Вот прям вот тепло так вообще на душе. А Саня в куматозе. Честно говоря, так по внешнему виду и не скажешь, что Саня 7 лет. Так, а что я должен сделать? Опа, 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 опа. Пульт в пакетике, пульт в пакетике. Пульт в пакетике. Вот на что нужно обратить своё внимание сходу. Пульт в пакетике. Так, Саня спит. Я понимаю, значит переключить каналы. Чтоб он не спал, да? Ну пульт в пакетике, это прям сразу однозначно лайк. Так, я почти всё лето был в деревне. Это потому что мама и папа переезжали. А я это, ну, как там мама говорила, путался под ногами. Так что они отправили меня к бабушке. Ну это нормальное явление, когда дети раньше всё лето проводили где-то на дачах, в деревнях или что-то такое-то. Ну то есть, твой вид кайфа того времени. Так, 3, 4, 6. Тут целых 6 каналов. Ох, вот это конечно очень-очень хорошо. Ну 6 каналов, да, на то время это прям топчик. Я конечно люблю бабулю, она очень мягкая и пахнет яблочным пирогом. Только она думает, что я ещё маленький, а я уже большой и ничего не боюсь. Саня, ну ёпта, ну какой ты большой, тебе 7 лет. Хотя все мы наверное думали, что мы уже взрослые, нам уже всё-таки 7 лет. Ну не важно, так, мама говорит. Я приготовила твою одежду, посмотри на диване. Комбинезон, только постирала и коленку зашила. Пойдёшь гулять, только попробуй опять где-нибудь перепачкаться. Сам отстирывать будешь. Одевайся и приходи на кухню, каша почти готова. Ну ладно, мы будем послушным с Аней, поэтому идём к маме. Так, ладно сейчас. Каша, иди кушать. А, так тут даже ещё и управление какое-то есть. Даже прыгать можем, а шифт это... О, ещё и бегать можем, ничего себе. Так, тут больше книжек, чем у нас было до переезда. И где родители их только берут. Ладно, потом посмотрю, сейчас надо на завтрак. Мама ждёт, всё верно. И вот эта вот стенка с книгами. И ковёр на стене. Ну, гитары, конечно, да. И вот эти вот люстры, как из дворца какого-то. Есть, конечно, в этом свой прикол. Так, недовольный мой. Александр Валентинович, ваш завтрак стынет. Ой, скрип. Надо осторожнее здесь ходить, а то меня звук выдаст. А я как Бэтмен, быстрый и бесшумный. И бегу к маме на кухню. А что уже, в то время уже знали про Бэтмена? Наверное, знали. Какие-то комиксы, возможно, в то время уже были. Мама, которую лучше не злить. Я с кем раз... Ого, начинается. Вот оно. Так, я никого тут не знаю. Кому я буду звонить? Понятно. А, вот этот телефон, кстати, про который я говорил с этой крутёлкой. Вот он тот самый. Велик. Ну, в России в основном это были великие аисты. О, каша аж светится от красоты. Такая прям жёлтенькая. Наверное, пшённая кашка. Я сегодня работе до вечера, а завтра генеральную уборку устроим. Опять? Ну, мам. Завтра суббота. Ну, а как ты хотел? Переезд в это всегда много грязи. Я уже от швабры руки накачал, как терминатор. Значит, тут расправишься быстрее. Ну, мам. Ну, это же завтра, да? Да, завтра. Сегодня надо разобрать коробки до конца. Справишься? О, это быстро. Можно я потом пойду гулять? Конечно, люблю тебя, милый. И я тебе, мам. К пахных ося школе спросить о папе. Пойди делать свои делишки. Так. Ну, мы всё-таки, маму, слушаемся. Будем примерным сыном спросим о папе. А папа опять на работе весь день? Да, вечером вернётся, но ты уже спать будешь. А я не буду. Буду сидеть и ждать, как ты. Знаю я, как ты будешь ждать. Ты снишь через полчаса, а мне потом тебя в спальню нести. А завтра папа дома? Завтра, кажется, нет. Ему снова на выходные нужно уехать в город. А когда дома? Саша, папа работает, чтобы нам было что кушать. Давай не ворчи, на следующих выходных к бабушке поедем. Все вместе, обещаешь? Если ничего не поменяется, да. Папа нас отвезёт. Бабушка опять... Опять... Кучу банок с огурцами сделала. И наверняка яблоки печёные будут специально для тебя. О, яблоки, круто. Так, ну... Хныкать о школе, наверное, мы не будем. Я, правда, даже не знаю. Наверное, это во все времена дети не особо хотели... Там, любили ходить в школу. Но мы пойдём делать свои дележки. Ну ладно, я побежал. Подожди, Саша, ты уже взрослый, поэтому мы с папой решили... У тебя должен быть ключ от двери. Пойдём. Ага. Понял, так. Это я теперь смогу выходить и заходить, когда захочу? Ну нет, конечно, малой. Ты чё? Так, новая мыслишка. Что это у нас такое? Так. Добрушечное утро. Отличный новый день, чтобы исследовать тот мир, который я приехал. Я сегодня на завтрак опять манка с комочками и гадость. Папа снова на работе. Мама попросила разобрать коробки в моей спальне. Нужно сделать это, пока она не вернулась с работы. А то опять ругаться будет. А что за мыслишка у него новая? Ага. Идём в голову совсем другие мысли идут, а какие поживём и видим. Ага. Это типа наше задание, как я понимаю. Вечер утром мудренее. Я вечером такое придумаю. Окей, я понял. Так, это, короче, наше задание. Так. Что такое, мама? Только обещаю, что будешь ответственно к нему относиться. Хорошо? Хорошо. Ну, конечно. Потеряет его в первом же подворотне. Нигде не будешь бросать, никому не отдашь, не потеряешь. Не выронешь, не будешь забывать закрывать дверь. Ответственность, мама. Я понял. Хорошо. Вот, возьми. Опа, нам дали ключ. Саша М. Саша М. Окей. Помни, что повернуть нужно четыре раза. Это, кстати, надо запомнить. Не просто так, я думаю, об этом сказали. Давай попробую открыть и закрыть. Так. Что это? Ага. Раз. А, вот как это работает. Два. Три. Четыре. Окей. Ну, мам. Ну, не думай, что я совсем тупой. Ну. Я все-таки Саня. Так хорошо. Теперь закрой. Мам. Давай, чтобы я точно была уверена. Бля, капец. Детей в девяностых учили дверь закрывать. Как будто это прям очень сложное что-то. Ну, все-таки, блин, семилетний ребен... Ой. А, ну, ничего страшного. Немножко даже пропустил. Ну, вроде нормально все. Семилетний ребенок все-таки. Насколько я понял по описанию из Тима. Поэтому, как бы... Такой навык ему тоже, в принципе, я думаю, пригодится. Так. Хорошо у тебя вроде получается. Ну, конечно, получается. Главное, будь осторожен на улице. Не уходи далеко и не потеряй ключ. И, ладно, остальное ты и сам знаешь. До вечера, милый. Пока, мам. Все, давай. Я пошел распаковывать какую-то там коробку. Опа, новая мыслишка. Я теперь взрослый. Мама подарила мне мой личный ключ. И теперь я могу пойти гулять, когда захочу. Ага. Понятно. Так, ну, видно, что... Так. Пока побуду здесь. Пока нам какую-то же коробку распаковать надо. Какую-то коробку просили распаковать. Только где она? Вот это может? Или нет? А где эта коробка, которую надо распаковать? Опа. Телевизор. Вот бы везде мультики смотреть. Ну, если бы... Мама так красиво играет на гитаре. Так у нее почти нет времени на это. Поэтому тут такой слой пыли. Фу. Так, мое любимое кресло. Оно тоже вместе с нами приехало в эту квартиру. Кажется, оно появилось еще до того, как я родился. Скорее всего, так и есть. Так, а тут у нас что? О, магнитофон. Так, а где все кассеты? Надо найти. Сейчас даже послушать нечего. Сейчас, кстати, на фоне такая прям... Музычка играет. Такая лайтовенькая. Такая мягенькая. Легенькая музычка. Такая вообще прям... Такая игра как бы дает себе типа расслабиться и окунуться в атмосферу. Так, а может вечером обратиться успею, пока мама не вернется с работы? Она не узнает, что я не сразу это сделал. Но если узнает, то тебе крышка. Говорящий медведь. И машинка. Короче. Вот это та самая история, когда ты отворачивался, а игрушки делали вид, как будто они не двигаются. Помнишь, как она ругалась, когда ты свою кровать не заправил? Да, помню я, помню. Так. И что тут надо сделать? У нас какие-то квесты. Так, расставлю вас по цвету. Пускай цвета не повторяются в линиях и столбцах. Линии и столбцы. Для каждого будет свое место. Окей. Зеленые. Зеленым. Зеленые к зеленым. Угу. Так. Ну, серые к серым. Так, я там закрыл какого-то синего чудика. Его надо сюда поставить. Тут будет синие у нас. Тут серые. За медведя. Что не нравится, я не понимаю. Или это наоборот все правильно я делаю? Так. Ну и оранжевых сюда куда-нибудь запихаем. Столбцы. Цвета повторяются. Ааа. Так, а где еще синий цвет? Ой, оранжевый. А что у нас еще есть оранжевая? А, ну вот мяч. Может футбик? Я, походу, неправильно сделал. Пусть цвета не повторяются в линиях и столбцах. Братья должны быть вместе. Ага. Пусть цвета не повторяются в линиях и столбцах. Окей. А давайте сюда еще кого? Мишку поставим. И надо что-то зеленое туда. Вот эта машинка. Все равно что-то неправильно. Ну, тут вроде всегда не повторяются. Так, серые. Допустим, синие. Зеленые. Ага. Ага. И оранжевый туда. Что я делаю не так, я не понимаю. В ряду должны быть все четыре цвета. Я что-то, наверное, не понимаю, да? Я, наверное, настолько тупой, что я не могу разобраться, как это делать. Ага. Лягушка. Лягушка тут нормально стоит. Ладно, окей. Зеленые. Ну, серые. Ну, вот, серые тут должны расстоять. А это зеленый. Я что-то делаю не так. В ряду должны быть все четыре цвета. Окей. Зеленый, синие. Ага. Оранжевый есть. Зеленый, это серый. Надо серое что-то. Ага. Ну, машинки тоже не должны. Ну, что за камень, наверное, подойдет? Да, я запутался. Выключи свет, начнем заново. Ну, тут вроде у нас что-то начинает получаться. Или нет? Я вот, блин, вообще пока не понимаю. Я просто тупой. Так, мишка. Так, так, так. Это на месте, это на месте. Вот это... Этот чел, это все нам... Вот эта строка вообще заполнена. Если мы это сюда поставим. Вот все цвета повторяются. А что туда нам надо? Что-то синее. Так, оранжевый. Пипец. Задача капец, конечно. Надо, может, как-то крест-накрест их надо поставить. Так, еще раз. Пусть цвета не повторяются в линиях и столбцах. Цвета не повторяются. Линии. О, линии. Столбцы. Квест, блядь, пиздец. Вот вроде все просто, а додуматься не могу. Так, линии и столбцы. Нужно быть все четыре цвета. Окей, давайте заново. В ряду. Все готовы. Окей. Включай, включай, давай. Так, давай начнем сразу с оранжевого. Оранжевый сюда. Допустим. Нет. Вот и где он должен стоять? Ну, где он должен стоять? В ряду должны быть... Не-не-не. В ряду должны быть все четыре цвета. Машинка, а ты что, катаешься? Так, плановый. Ага, так. Так, 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 так. Камушек... Нет. Проверь мне нравится больше. Ага, камень вот должен стоять. Так, а что мы сюда... О! Так. Оранжевый, зеленый, синий. Серый. Надо серый. Вот цвета... А как они повторяют? А, этот просто тоже серый. Может вот этого сюда? А, этот сюда не подойдет? Нет. А что, что же должно стоять? Нет, конфетка это не подойдет. Капец, вот это задача. Нет. Ага. Плава сани. Здесь ты не подходишь. О! Здесь лодочка? Нет, здесь не лодочка. Так, ну чуваки эти тут вроде четко стоят. Нет, этот вот сюда. Так, а вот... Нет, это здесь. Ладно, этого медведя куда? Не сюда. А машина что тут подъехала у нас? Типец. Мне кажется, пол ролика сейчас займет, чтобы я просто разложил тут цвета. Это сложно. Ладно, да будем отталкиваться от того сначала, что вроде бы уже стоит на своих местах. Так, а этому теперь что не нравится? Может вот так его? Нет. Что ему не нравится? Я не понимаю. В ряду должны быть все четыре цвета. Окей. Ну, разве подсвечивается как бы... Не так? Ага. А тупняк жесткий. Что, что надо сделать? Так, это тебя обижает. Еще выше. Окей. Там ему нормально. Хух-чух. О, этот тоже вроде встал на свое место. Я тебя на краю. Где ты хочешь? Пипец. На каком-то краю. Мина, это можно как-то пропустить? Потому что я не понимаю. Вот реально не понимаю. Ади, Бобик. Какой Бобик? Надо спросить у мамы, но она на работе. Тогда у папы. Вдруг его потеряли, когда носили коробки. Ох, нужно его найти. Вот Бобика, давайте поищем. Блин, я с этой коробкой прям... Прям взрыв мозга произошел. Я думаю... Мы, наверное, к этой веревке... Ой, веревке. Уже все. Мозг отвалился от таких ребусов с самого утра. Так, пошлите на улицу сходим. Все, на улицу. Продиджи. Прикольно, Продиджи написано. Так, С плюс К. Ну, мы же Саша, значит... Наверное, это нам. Так что, надпись... Продам гараж. Я бы, конечно, купил гараж, если бы у меня были деньги. Там построил домик и никогда бы не убирал игрушки. Да не, Санек. В гаражах обычно водку шашлыками пьют. Так, ой, а бабушке с одним мальчиком познакомился. Он всегда ходил в футболках с такой картинкой. Может, он тоже где-то здесь живет? А что за картинка? Надпись «Цой жив». Ну, без этого никак. Кто такой Цой? Узнаешь, Саня, узнаешь. В любом случае. Хватит писать на стенах. Что там написано? Ну, допустим, эти картинки мне незнакомые. Вот эти вот рисуночки мне вообще незнакомые. А, так. Мама говорит, что писать на стенах – вандализм. Ну, вообще, по факту, да. Но иногда это да. Это очень красиво. Вот эти, допустим, кошатки красивые. Что ты там увидел? Не ходи в лес. Нужно идти только, когда безопасно. Тогда она меня не заметит. Может, это инопланетянин? Интересно, она может меня забрать? Мама говорила, что может. Так, ладно. Идти только, когда она не шумит. Только, когда она не шумит. Так, ладно. Куда он идет, я не понимаю. Но куда-то он идет. А, коробки. Давай, открывай. Что там в коробке? Закрыто. Там точно что-то очень опасное. Иначе зачем кому-то это прятать? Нужно открыть и проверить. Открывай. Давай, Сань, открывай. Ты готова. Что ж, пора узнать, что там. Давай, давай. Опа, опа, опа. Какая-то кат-сценка. Давай, Сань. Ёпта. Шо это? Ёпта. Это щенок. Рекс. Ты что ли? Ты не очень похож на инопланетянина, да? Хотя, может, ты инопланетный пес? Песель. Только не забирай меня никуда. Давай лучше, я тебя заберу. Все. Окей. Так, нажми на песик и кью. Ага, все. Теперь это мы можем... Это будет наша собака. Круто. Я так и знал, что ты согласишься. Отлично. Так, хороший песик. Или... Ты девочка, тогда такая хорошая. Сабанечка? Сабанечка? Сабаниха, блядь. Так, привет, Сань, будешь жить так? Это... Мы задание на утро выполнили. Куда его нести теперь надо? Собакенку эту. А, домой. Все, несем собакенку домой. Вот у нас теперь есть собакенка. Как он ее назвал, он так и не сказал. По-моему, он еще пока что ее никак не назвал. Вот мама будет рада, когда домой придет. Ох, мама будет рада. Нужно придумать, что с тобой делать. Домой ее нельзя, да? А куда тогда ее? Ну, в пазике же тоже не оставишь. Так, а... А мы можем на улицу выйти с ней? Может, мы ее где на улице там пристроим? Так, он по лестнице вверх идет. Ну, и куда нам с этой собакой? А, вот, можно выйти. Все, отлично. Вода, пиво, вода. То, что надо нам, ребята. Вода, пиво, вода. Нам больше ничего не надо мужикам. О, цой. Перемен требуют наши сердца. Прикольно. Вот такой прям мультипликационная такая игра. Даже вот под стилистику тех времен. Все вот так вот прям... Как и должно быть. Смотрите, новенький. И откуда ты взял такой... Взялся такой мелкий? Я не мелкий. Обижаешься, значит, мелкий. Я умею прятаться так, что меня потом никто найти не может. Даже от мамы могу спрятаться. Тут достижение, блядь. А, вот это уже интересно. Ну, проверим как-нибудь. Меня Макс зовут, кстати. Так, это Макс. Надо запомнить. И Ева. Макс, ну ты, как всегда. Сейчас он вспыгается и никогда с нами дружить не будет. Я Ева. Приятно познакомиться. Взаимно. А тебя как зовут? Меня Саневок зовут. А, он уже представлялся, да? Арсен, для людей просто Тёма. Да, я уже забыл, как зовут этого первого. Здорово. Кстати, а это... Но пока что я еще просто пёся. Я еще не придумал ей имя. Это даже не собака. Вот у меня будет док или боксер. Настоящий пёс. Вот появится у тебя собака. Тогда я посмотрю, настоящая она или нет. Чё? Ух, с плечо. Я бы так и сказал. Она может быть глупой или трусливой. Моя собака не может быть тупой. Собаки повторяют своих хозяев. Хотя на эту, посмотри, такая же мелкая. Она еще вырастет. Надо ее покормить. Это, кстати, хорошая идея. Пёселя нашего. Не переживай. Собакам сыр можно. А я все равно не хочу. У нас была собака-старушка Джесси. Она убежала в лес. Да, она сбежала в лес и стала там привидением. Бродит теперь, воет. Ева, ууу. Замолчи. Ты просто их боишься. На него не обижайся. Он то еще задницей бывает. Так откуда взялся такой хороший пушистый комочек? Я ее нашел. А вдруг это чужая собака? Ну, на ней же нет ошейника. Значит, она ничья. Ну, правильно, все-таки. А если все-таки ничья? А, если все-таки чья-то. Может, она дрессированная? Сидеть. Видимо, и дрессированные. И ничейные. Ну, тогда надо дать ей ошейник и имя. Чтобы она не была ничейной. Имя же должно быть каким-нибудь особенным. Чтобы оно и подходило. Тыковка. Какая, блядь, тыковка, блядь? Миллион решит. Миллион лет думал и решил назвать собаку тыковка? А вот я что-то все об этом уже. Вот какая тыковка вообще? На мне нравится. Думай. Она и правда подходит. Да, теперь надо будет найти ошейник. У меня есть веревочка. Можно сделать ошейник из нее. Класс. На первое время сойдет. Теперь тебе нужно повесить брелок с именем собаки и адресом. Телефон не забудь. Ну, номер. Какой брелок? Лучше повесить. Наше Джесси было железное сердечко. На нем написано. Красотка Джесси. Поспрашиваю мальчишек. Может они тебе подскажут чего. Блин, на самом деле диалоги так довольно-таки как будто бы затянутые. Как будто бы затянутые диалоги. Хотелось бы поменьше, наверное, диалогов видеть. Так. Что нам дальше делать? Так, с этим я не хочу разговаривать. С этим тоже. О! Вот эти вот. Прям. Ну, как они называются? Ну, типа вот тут. И колеса. Ну, конечно. Куда же без них? Куда без этих покрышек? Так. Это что у нас тут за? Сидит. Привет. Я Санек. Не хочешь знакомиться? Хочу. Просто ты отвлек меня. Я сбился с мыслить теперь. Она, наверное, медитирует сидит. Прости, я думал, ты ничем не занят. Но мечтать тоже важное дело. Так, что ты хотел? Я Саня. Тебя как зовут? Стас. Хочешь дружить? Так. Вот это что, реально так происходило? По-моему, это как-то немножко не так происходило. Так. Может, и хочу. Просто я тебя вижу в первый раз сегодня. Откуда я знаю, хочу с тобой дружить или нет? Так. Ты странный. Вообще, Саня, это ты странный. Я просто стараюсь быть вежливым. Хочу завести друзей. Все. Пошли отсюда. Так. Песель за мной. Пиковка, блядь. О. Ну, это, короче, как я понимаю, типа, какой-то поселок городского типа. Совсем-совсем небольшой. Ну, потому что, я думаю, вряд ли в городе, где так сушились бы вещи. Хотя, может, и веселье. Я не знаю. Я не знаю. Так, ну, тут строится что-то, как я понимаю. Ну, что-то похожее. Ну, либо, может, обычный жилой дом. Хотя, может, и школа. Так. А присесть мы можем как-нибудь? А присесть мы что, не можем? И пройти туда мы тоже не можем, да? Ага. И перелезть мы тоже не можем. Блин, такая дыра здоровая, а мы пройти тут не можем. Ну, как так? Надо посмотреть в настройках. А тут нет настройки управления, я понял. Ну, как это так? Мы не можем пройти через эту дыру. Собака может, а мы не можем. Ну. Ни на что не нажимаю. Он, короче, не приседает. Ладно. Идём, пройдёмся обратно. Посмотрим, что там у нас сзади. Ну, вот он прыгать может, а присесть он не может. Странно. Странно. Очень странно. И что нам теперь делать? Так, Пёсель, за мной. Ну, с ними, ну, аж о чём с ними разговаривать? Тёма, да? Ага. Все почему-то забывают, как меня зовут. А потом называют какими-нибудь Тимушей или вообще Борей, хотя им здесь не похоже. А у меня хорошая память. Я даже считаю, очень рано научился. А, считать рано научился, потому что цифры быстро запомнил. Мама всем своим подружкам при встрече мне рассказывать. Ну, короче, Саня у нас, как я понимаю, по большей части, короче, маменькин сын... Ну, что-то нам дал такое. А-а-а. Всё-таки с ними надо было поговорить. Ну, этот, короче, вот этот вот, который постарше, он такой, видно. Мутноватый типок. Так, окей. Значит, тут, наверное, надо реагировать на всё, что мы видим, да? Эй, Максим, не знаю, какой брелок лучше повесить, а есть идеи? Знаешь, что тебе там поднасоветовали, но это всё туфта полная. У меня есть такой металлический, на нём можно маркеры написать имя ПСА, и оно не сотрётся. О-о-о. Нормально, вау, круто. А, ну, он очень дорогой. Очень это сколько? Сто дубовых листиков. И три свежих жёлудя. Ну да, кстати, точно. Вот момент такой интересный. Раньше же листики, это валюта была? Валюта? Так. Эй. Это вообще, что ли, за ними лезть, голову свернуть можно? Ну что, ну так брелок того стоит. Это же не верёвочка, или могу обменять на что-нибудь здесь что-нибудь ценное. Ну, хорошо, давай у меня дома всякие игрушки, есть машинки, супергерой, вот я неси, глянем только. Смотри, принесёшь какую-нибудь ерунду, нашей сделке конец. Так, как я понимаю, нам сейчас нужно идти домой. Можно уже пробежаться, точно. Ага. Сейчас ещё в другую сторону пройдёмся. О! Как они, как классики назывались, или как? Точно. Вот это типа того. Давайте осмотримся тут. Пока ещё дворов обязательно, и все исследуем. Сначала нужно изучить хотя бы свой. Сначала впервые на улицу вышел. Так, говорю, что-то интересное. Как-нибудь можно проверить. Коляска какая-то маленькая стоит. О! Волга! Ну, по фарам передним, это Волга. Ковраду какая, не знаю, может. Могу предположить, что такая-нибудь 24-10. Что-нибудь типа того. Так, какой-то бабулёнки подошли. А, мы просто подошли, типа, и всё, да? Можно просто подойти. Или к ней можно подойти, пообщаться. Не понял. И для чего это сделано? Посмотрись лавочку. Ну, красава. Сел, посидел. Сейчас, наверное, будет диалог какой-то с бабулей. Нет? Окей, как сась. А, вот сась. Непонятно для чего это. Ну, ладно. Саня лох. Вот это... О, девяточка стоит. Девяточка. Ага. В то время серьёзная машина. Как-то я поспорил с папой на 100 рублей, что смогу выучить 100 машин за неделю. Я проиграл. На 100 рублей я так и не вернул. Типичный сын. Того... Такого возраста, примерно. Опа, опа, опа. Это у нас я даже не предположу, что за модель. Дяденька. А, это... Коля, ну, у тебя запасная шарова есть, а? Кажись, моя уже совсем не пашет. Я-то думаю, почему в подвеске стучит постоянно? Есть, но я тебе не дам. Вчера только мои гаичные ключи доложил. Ты вернул? Да я верну, ну ты чего? Я тебя не понесу, я занят. Эй, пацан. Ага, ты в синих ботинках. Это, ну, видимо, на нас. У нас новенькие. У Максимки другие кроссовки. Тёма в гараже никогда не заглядывает. Виталик вообще. Короче, это... Как там тебя звать-то? Саша, я только вчера приехал. Ей с 56-й. Ну, в общем, это... А я дядя Толя. Помоги старику, а? Я вчера у Коляна взял его драгоценные ключики. Отнесёшь ему? А то этот старый хрен опять упрямится. Ну, давайте. Что отнести? А вон на столе лежит. Они совсем новые. Они перепутаешь. Три штуки. Так. На столе. Вот тут. Что взяли? Забрать в кармашки. А куда нести? Где он тут? О. Здрасте. Я вам тут принёс кое-что. Да я Толя передал. Ну, а давай. Вечно старый хрен у меня что-то берёт, а потом не возвращает. Ой. Вы с ним оба старые хрены? Ну, так и ответим. Ага. Оба, значит. Ну, пёс, сутувы. Ладно. Спасибо, что принёс. Толик там у меня об алтаре спросил. Может, заодно его занесёшь? Ладно. Давайте что отнести? Видишь, коробки в углу? Там где-то в верхней коробке в углу. А, наверное. Возьми ещё коробку. Она будет сам ещё, какой ему там нужен. Передай, чтобы это росалочка. В следующий раз себе ножки отрастила и сама пришла. Так. Это в каком углу? В каком углу ему надо вот эту вот штуку взять? Ну, вот тут что-то стоит. А, ну вот. Всё. Надо привыкнуть, как это всё работает. Несём обратно. Я даже имена не запоминаю, если честно. Вот вообще что-то имена не запоминаются. Хороший ты парень, Санька. А вот, дядя Коя, вас что-то не возьмёт. Рыбой обозвал. Рыбой, русалочкой. Короче, я не решил их ссорить. Поэтому решил просто отнести то, что они просили и всё. Так. Сейчас, как я понимаю, нам надо в этот. Домой. За игрушками. Чтобы сделать имя собаке. Вот. Нам сюда. Нет? Дальше. Следующий пазик. Или пора. Опа. В окно поподглядывать можно. Может, там какие девочки? Моё окошко отсюда видно. Эх, мама Русь. Вот так. Тыковка. Может, попросим Еву присмотреть за тобой? Пошли, попросим Еву присмотреть за тыковкой. Ева, у меня для тебя подарок. Ух ты, какой. Подожди. Дай я угадаю. Конфета или, может, жвачка? Нет, стой. Это вкладыш Бурба. В честь нашей новой дружбы? Так. Не совсем. Но мой подарок лучше. Ты можешь поиграться с собачкой, пока я схожу домой. Круто, правда? Погоди. Это же хитрость Томаса Сойера. Я уже читал эту книжку. Блин, ну ты же посидишь с ней? Пожалуйста. Конечно. В следующий раз придумай что-нибудь получше. Ну ладно. Отдадим малую жвачку. Потом ее запикапин. Рилтокен. Дестенд. Так, что нам там надо было? Ага. О, мы сумочку можем. Я даже не знаю, как этим писать. Нам это как будто бы надо. Зачем только папа и хранит? Что нам надо? Пинни. На. Тут ничего нельзя взять. На телефоне позвонить нельзя. А если я игрушки не разложил, то мы и не сможем взять игрушку, да? Или все-таки сможем? Опа. О. Ну, вот эти появились. Ладно, возьмем. Ага. Вот я таких не помню. Это, наверное, что это? Наклейки? Жвачек или что? Такое, конечно, я не помню. У меня такого в детстве точно не было. Может, у кого-то было? Если было, то пишите в комментариях. Так. Вернуться во двор. Опа. Малая. Что ты с собакой посидела? Смотри, научила ее кружиться. Кликовка, кружись. Эх, только что получалось. Да у нее блохи просто. Так всегда бывает. Она просто очень волнуется. Ну, ничего, мы еще научим всяким приколам. Знаешь, я тут подумала. Твои родители вообще знают, что ты нашел собаку? Пока нет. А как ты им скажешь? Не знаю. Наверное, сегодня она же не может ночью на улице остаться. Конечно, не может. Она же погибнет. Или станет одной из тех страшных псин из соседнего двора. Ты их не видел? Не, очень страшные. Просто жуть. Мама говорит, что, блин, сколько диалогов. Это капец. Оно как бы с одной стороны прикольно вроде бы это читать. Для атмосферы и все тому подобное. Ну, блин, диалогов как будто бы реально очень много. То есть, как я смотрю, ну, пока что основное время геймплея занимают просто диалоги. Причем диалоги такие. Они как бы добрые, но они детские. То есть, они как... Блин, были 600 диалогов как будто бы просто бессмысленные. Какие-то вкуснямбу надо давать собакам. Где ее взять, эту вкуснямбу? Так, нам сначала надо к этому додику сходить, вот к этому. Отдать самолетик. Потом еще по шее получим за этот самолетик. Где брелок и маркер, чтобы написать, как я и обещал. Теперь твоя собака будет самой крутой. Окей. Так, теперь написать. Она, я называла ее тыковка. Ой. Сейчас сотрем. Красный. Тыква. Тыква. Пойдет. Все. Что за новая мыслишка? Кобик потерялся. Нужно просить у папы. Может он... Так, это... Ага. То есть тут, короче, как я понимаю, наверное, игра... Васмакс написали имя. Теперь у Песи есть крутой металлический значок на веревочке. Так. Там можно позвонить. Это что кажется, она не может помочь им смотреться. Угу. Задачи на день. У нас еще есть задачи на утро. Ага. С этим уже разговаривать не надо, да? А с этим зачем еще разговаривать? Ты знаешь, Стаса из шалаша. Ну да, мы с ним в одном классе учимся. Нормальный пацан. Не особо дружелюбный. Блин, меня, честно говоря, даже напрягать немножко начинаю. То, что... Блин, столько диалогов. И все они какие-то странные. А я-то куда свалила? Ладно. А в Падзик мы можем зайти, да? Нет. Наверное, нам надо идти пробовать подружиться еще раз с этим кентом. Который там медитировал, сидел в шалаше. Как я понимаю. Нет? Нет. Значит, наверное, надо выполнять задачи на день. А там у нас было что-то помирить. Мужиков гаражных. Ладно, сбегаем туда. Опа, опа, опа. Малая, а ты шо? Ну? А ты умеешь? Хочешь соревнования? Ела. Сходи за хлебом. И друзей с собой возьми. Купите две булки белого хлеба и кирпичик черного. Поняла? Да. Повтори. Две белого, одну черную. Пумечка моя, деньги эти скину. Хлеб всему голова, бабуль. Так, блин, останусь я теперь и без хлеба, и без головы. Так, ну, может, мы сможем как-нибудь достать? Может, он недалеко укатился? Короче, ну, тогда как пролезешь? Дырка-то маленькая. А если не я, а скажем, Саня, может, тыковка справится? Давай еще собаку в подвал зашлем. Так, ну, она на улице встанет в мой кошелек. Давай попробуй, давай. Давай. Давай, пес. Вперед. Тыкова, давай, отрабатывай свой брелочек. Ничего себе. Вот это да, мое почтение собаке. Так, ну, сюда коржи, говорит бабушка. Давай пробуем еще раз. Ну, тыковка, принеси. А что она там может еще принес? А, это бы она принесла ботинок, а не кошелек. Сейчас какую-нибудь консервную банку несет. Правильно, сейчас весь мусор оттуда. А, я так и знал, что она еще маленькая и глупая. Она совсем не понимает, что вы от нее хотите. Она только учится, ну да. Тыковка, принеси. Давай, тыква, вперед. О, теперь то, что надо, принесла. Ну, это как будто бы очевидно было, что она принесет не с первой попытки. Хорошая собачка. Я знала, что все получится, молодец. Так, надо ее закрепить, похвалить. Ага. Печенька. Сладкая, может, не надо? Ну-ка, собака. Иди-ка посмотри, что там все хотят дать. Съела, понравилось. Ну, конечно, блин, она же дворовая, она холодная, как черт. Она, блин, все, что хочешь съест. Так, в магазин, короче, не собираются. Не собираются в магазин. А что мне надо сделать, я так и не понял. Короче, ребят. В принципе, мы, так, с большего посмотрели, что за игра. Интересно будет увидеть от вас обратную связь. И уже от этого будем отталкиваться. Стоит ли нам продолжать эту игру дальше проходить или нет. Понравилась она вам или не понравилась. Как вообще, то есть, что думаете по поводу этой игры. Вот, интересно будет оттолкнуться, скажем так, от ваших комментариев. Вот. И решим. А на сегодня у нас все. Это была игра Санек. А я Рекс. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. И пока.